Как же быть с основной теоремой арифметики? Ну и, естественно, какие простые числа в ЗЭТ-АТВИ, а какие нет. Давайте разбираться. У нас были пока что два доказательства основной теоремы арифметики. Одно из них это было доказательство Гаусса, другое доказательство Цернела. На самом деле есть еще доказательство Евклида, которое неплохо бы все равно разобрать. Но давайте сейчас вспомним, как было устроено доказательство Цернела. Его чуть-чуть подправим и получим ту самую основную теорему. Так, только единственное, как это вообще фаваливалось? Потому что, когда были натуральные числа, то формулировалась основная теорема арифметики так. Любое натуральное число либо равно единице, либо простое, либо представимое в виде произведения простых чисел может быть с точностью до порядка умножки. Так, ну, здесь, понимаете, невозможно отойти от того, что обратимых элементов 4 штуки. Для натуральных чисел мы просто сказали, что не будем рассматривать отрицательные, и все числа, да, и таким образом от минус единицы отстроились. Здесь сложнее, потому что на плоскости не очень понятно, что называется, какой... Смотрите, на прямой есть понятие право-лево. Вы просто запретили ходить влево, все. А на плоскости вот эти вот 1, минус 1 и минус единицы, это, значит, 4 направления, да? Вправо-лево-вверх-вниз. И по большому счету нам нужна четвертушка плоскости. Но такого хорошего способа выбрать эту четвертушку нет. Почему? Потому что, когда вы берете, перемножаете какие-нибудь два числа, то аргументы складываются, и вот даже отсюда, перемножив, мы можем попасть туда. Придется как-нибудь, в общем, вместо того, чтобы заниматься такой филигранной работой, лучше делать так, договориться, что когда у нас есть какое-то разложение на множители, то можно у любого умножителя поменять знак или умножить его на и и не различать такого типа разложения. То есть, когда у нас есть что-нибудь типа 2 плюс 3 и умножить на 7 плюс 6 и умножить на 1 плюс и, я разрешу себе сделать следующее. Представьте себе. Например, вот это я умножу на и, это я умножу на минус и, а вот это умножу на единицу. Почему у меня на самом деле ничего не изменилось? А потому что произведение этих чисел равно единице. Тогда здесь получится 2 и минус 3, здесь получится 6 минус 7 и, ну а здесь останется 1 плюс 7. И вот это разложение я буду считать таким же. То есть, разложение с точностью до изменения порядка множителей и с точностью до домножения на обратимые элементы. Но при этом, разумеется, когда вы домножаете на обратимые элементы, то надо так, чтобы всего домножали на единице. Ну, как здесь, да? И умножить на минус, и умножить на единице даст единице. То есть, когда много множителей, вы можете опять их переставлять как хотите. Во-вторых, идете слева направо и пишете какие угодно обратимые элементы и домножаете. И в последний момент все-таки регулируется так, чтобы то, на что вы домножали, в произведении дало бы вид. И вот, если так формулировать, то основная теорема арифметики для кольца целых гауссовых чисел тоже верна. Давайте это сейчас докажем поцермело. Потом обязательно, конечно, я это расскажу. Так, как это древние греки делали. Они, правда, не знали, что такое целые гауссовые числа. Но доказательство Эвклида может быть даже более естественного в этой ситуации. Но, ну, пока поцермело. Вспоминаем, как выглядела... ...доказательство на альтонах. Ну, во-первых, надо посмотреть для маленьких числа. Что такое маленькие? Давайте числа измерять расстоянием до начала координаты. Вот, если расстояние до начала координат равно единице, то это обратимые элементы. Для них у нас все хорошо. Правильно? Отлично. Но если расстояние равно, скажем, корню из двух, давайте поймем... Это очень такой пученький пример. На расстоянии корня из двух лежат следующие числа. 1 плюс i, i минус 1, минус 1, минус 1, минус 1, и число 1 минус 1. Так вот, эти все четыре числа ассоциированы. То есть отличаются строки на делительные единицы. Почему? Потому что если вы возьмете 1 плюс i, и умножите на i, то получите i минус 1. Если вы i минус 1 умножите на i, понимаете, поворот, да? То вы получите минус 1 минус i, минус 1 минус i умножите на i, получите 1 минус i. И, наконец, 1 минус i умножите на i, вы получите 1 куску. Вы знаете, что это означает? Что число 2 совершенно замечательно разлагается на умножителе. 2 это, конечно, 1 плюс i умножить на 1 минус i. Это правда. Но вы же понимаете, что 1 плюс i, вот этого числа, отвечается от числа 1 минус i умножением в i раз. Правильно? 3,90 градусов, и глина у них равна. Поэтому число 2 обладает совершенно замечательными свойствами. 1 плюс 2, это 1 плюс i в квадрате умножить на минус i. Как выводить 1 плюс 2 в квадрате? 1 плюс 2 и плюс i в квадрате. 1 плюс 2 в квадрате это 0. Умножить на минус i и умножить на минус i как раз дается поменяться, все хорошо. Таким образом, число 2, это есть квадрат 1 плюс i. Правда, вы меня спросите, а почему я уверен, что 1 плюс i это уже простое число? Может быть, 1 плюс i, может ли еще дальше? Ответ очень простой. Смотрите, здесь число 1 плюс i. Предположим, что оно является произведением 2 целых гауссовых чисел. Перейдем к модулю. Тогда здесь будет корень из 2, здесь будет корень из а квадрата плюс b в квадрат, здесь корень из x квадрата плюс y квадрат. Замечательно. То есть, если бы скормить, будет а в квадрате плюс b в квадрате, можно x в квадрате плюс b в квадрате. Ну и все. Значит, одна из этих скобок это двойка, а другая это единица. Но там, где единица, это и будет как раз обратимый элемент. Там, где двойка, это как раз и будет одна из вот этих вот четырех точек, а мы уже с вами знаем, что эти четыре вершины квадрата ассоциированы. Вот. Так что мы разбрались с двойкой. Правда, основной теоремой Федси мы еще не доказали. Это удивительно легко. Так надо просто помнить доказательство Цармела, и все-все-все сейчас легко получится. Напомню, что там было в доказательстве Цармела. Предположим, что... Он говорит так. Предположим, что есть какие-то простые произведения, которых равно произведения других, ничего не сокращается, и среди всех таких разложений возьмем самое маленькое. Это самое маленькое по расстоянию до начала квадрата, то есть по длине. Замечательно. Возьмем. В любом круге конечное число точек, поэтому все замечательно. Самое маленькое. Дальше он говорил. Сравним по величине вот это самое П1 и К1. И, ну, я не знаю, кто и не больше. Давайте, пусть, например, у нас будет П1 больше, чем К1. Обозначим тогда произведение П2 и так далее П1 буквы, произведение П2 и так далее П1, обозначим другую буквы. Тогда, наоборот, А будет меньше, чем В. Вот. И дальше рассматривалась новая величина. А именно мы из величины Н вычитали Q1 умножить на А. Вот. Давайте смотрим, в чем мы можем обсуждать в точности как цармела, а в чем нет. Ну, во-первых, вот в этом месте мы не можем обсуждать как цармела. Почему? А потому что, понимаете, у нас на комплексных числах нет понятия больше-меньше. У нас есть только понятие расстояния между точками. Ну, или расстояние начала координата. Модуль есть. А сравнивать между собой точки невозможно. Значит, в этом месте надо поставить модуль. Не страшно. Наложи это кое-что. Потому что, в принципе, возможно, что какие-то две точки не совпадают, но при этом расположены на одном и том же состоянии. Ну, вот здесь вот у нас были же вот эти вот четыре точки, да? Правда, они все были в вершинах квадрата, то есть они отличались умножением на обратимый элемент. Но, в общем, лучше так видеть. Длинные можно сравнивать, но все-таки случайно могут не тратить. Ну что, поставим здесь вот так. Точно так же эти числа сравнивать нельзя, а длинные можно поставить вот так. Пока все понятно. Таким образом, ну, здесь уже никаких модулей не надо сказать. Здесь это произведение, здесь произведение, все хорошо. Вот теперь из N1 мы вычитаем Q1 умножить на А. мы хотим, чтобы вот это число было по модулю меньше, чем M. Правильно? Правильно. Вот у нас и сейчас возникает задача по геометрии. Только очень важно понимать, что все-таки совсем без геометрии нельзя. Я потом обязательно буду это рассказывать, потому что у нас по геометрии там это звучит чуть-чуть по-другому, может быть, даже более естественно, но все-таки уж совсем без геометрии нельзя. Смотрите, у нас N это какое-то целое бауссовое число. Это не на правильное число. Поэтому на самом деле какой-то вектор. P1, P2 и так далее, Q1 и так далее, это какие-то векторы. И что мы сейчас делаем? Мы хотим из вектора N вычесть вот такое. Так, при этом смотрите, пожалуйста. Q1 было меньше или равно P1. A было меньше или равно B. Поэтому на самом деле модуль вот этого числа не превосходит модуля N. Что это такое на картинке? Не превосходить модуля N это значит лежать в круге с таким радиусом с центром начального картинка. Так? Значит, у нас вектор Q1A расположен вот каким-то таким способом. Отлично. Что значит, без центра у вектора вычислили? Получить вот такой. Так? Нужно, чтобы его длина была меньше. Но вообще сбора на картинке меньше. Проблема только в том, что никто не сказал, что Q1A глядит обязательно сюда. Это мог быть например вот такой вектор. И тогда вот это расстояние будет уже больше, чем R. Или он мог вообще вот сюда глядить. Тогда разность будет совсем большая. Понимаете? Поэтому нужно немножко подкорректировать. Вместо такой разности вместо N минус Q1A нужно рассмотреть 4 разности. А именно N минус Q1A умножить на эпсилон. Где эпсилон это 1 и минус или минус в. В чем идея? я заменю число на ассоциирование с ним. Я же сказал что можно в любой момент домножать на единицу или на минус единицу на I или на минус I так я это и сделаю. И в таком случае получится что у меня не один вектор Q1A такой вектор он плохой но если мы его умножим на I то мы на самом деле получим вот такой вектор если мы умножим на минус 1 то мы получим вот такой вектор если мы умножим на минус то получим вот такой вектор то есть вместе с Q1A надо рассмотреть весь вот этот квадрат отлично что мы сейчас хотим понять что если есть круг проходящий через эту точку а там любой квадрат с центром в центре круга то одна из вершин расположена ближе чем вот этот вот радиус ну не знаю мне кажется что это вообще-то очевидно когда у нас есть такой квадрат то вообще-то луч который выходит из его центра в точку N он расположен в одной четверти квадрата правильно ну замечательно так возьмите тот угол который меньше у нас есть под 90 градусов расположены четыре отрезка точка N лежит в каком-то углу возьмите тот угол который маленький в таком случае у вас будет треугольник нам нужно суметь объяснить почему у этого треугольника вот эта сторона ну смотрите если бы вот этот отрезок был бы больше этого то вот эта точка лежала бы вне вот такого круга с центром этой точки мы хотим объяснить почему вот такой вот отрезок для одной из вершин будет короче чем N так объясните почему такой отрезок будет короче ну во-первых это на глаз видно если же желать что-то строго это объяснить один из способов такой давайте вот эту разность перепишем чуть-чуть по-другому вынесем эпсилон за скобку эпсилон умножить на N делить на эпсилон минус q1 2 смотрите что произошло я теперь могу не рисовать вот эти вот 4 точки оставить только одну из них но зато вместо N рассмотреть 4 точки понятно вот есть точка N есть точка N делить на минус 1 это противоположное есть точка N умножить на I или то же самое N делить на минус 1 и есть четвертая точка N делить на I это 4 точки на окружность и теперь задаем себе вопрос когда у нас есть окружность квадрат в которую вписан квадрат я немножко поверну картинку чтобы точка N была красива не взять радиус чтобы когда мы нарисовали круги они покрыли бы круги с центром в этих точках они покрыли бы весь этот большой круг ну давайте смотрим вот так вот нарисовали еще не покрыли так нарисовали еще не покрыли достаточно пройти через центр круга вот если я провожу такой отрезок и рисую окружность этого радиуса с другой стороны рисую окружность они касаться будут с этой стороны я рисую так вы согласны что круг будет покрыт будет покрыт ну вот мне вообще что-то такого не надо доказал доказал а зачем мне это было так же как доказательства так и здесь я сейчас буду туда вписать при некотором выборе эпсилон у нас получается что длина то есть молоком числа м меньше чем модуль м и поэтому можно считать что для м основная теорема альфметики выполнена так теперь быстро напишем ровно те равенства которые были уцемлены смотрите n минус q1 а эпсилон n минус q1 а эпсилон да написали но n это есть поэрит предваритель и так далее pn вы помните n это было p1 умножить на а то есть p1 а минус q1 а эпсилон умножить умножить p2 p3 и далее p1 и другой способ для того же самого числа n минус q1 а эпсилон это нужно написать q1 b минус q1 а эпсилон это это есть q1 умножить на b минус а эпсилон это единственное что из эпсилон написалось а ровно то же самое было когда мы подсерменем так сказать с нему теориям альфминсти для обычных целых числов замечательно теперь смотрим q1 здесь есть мы помним что для этого числа основная теориям верна и поэтому ни одна из пшек не может сокращаться не может делиться там основная теориям альфминсти верна значит вот эта скобка должна делиться на q1 замечательно значит p1 должно делиться на q1 ну это не бывает потому что когда одно простое делится на другое то просто должны быть ассоциированы и значит на самом деле не будет сфертиз сфертиз и и и и и